Всем привет дорогие друзья, с вами Фёстон и мы вновь играем в Хасл Касл. Итак, ребятки, я маленько поиграл за кадром, но я как бы не работал особо на прогресс, я не проходил какие-то миссии компании, но при этом я занялся стройкой базы. И что я сделал здесь без вашего присутствия? Ну, во-первых, как видите, столовая, раньше она была вот такая, одним кубиком, я поставил рядом еще один кубик столовой и объединил их, вот теперь у нас такая широкая столовая, то же самое с казной. У нас теперь это здание побольше и здесь целая куча народу добывают для нас золото. Также построил такую комнату, как жилая комната. В этой комнате, если вы сюда поместите мужчину и женщину, то они через какое-то время родят вам ребенка. У меня, кстати, один уже родился и тут такое дело, смотрите, если вы, вот у ваших жителей, у них есть звездность, чем больше звезд, тем круче. И, ну, там надо по идее, ну, тут, знаете, тут как Fallout Shelter. Многие механизмы, то есть, вам нужно сводить папу и маму, заниматься своего рода селекцией. Чем выше звезд у отца и у матери, тем больше шансов, что у ребенок тоже получится с неплохим показателем звезд. Может родиться выше на звезду, ниже там и так далее. Ну, тут надо как бы отсеивать. Рождаются хорошие поселенцы, оставляешь. Рождаются плохие, выгоняешь. Рождается хороший, там можно кого-то плохого выгнать, хорошего оставить, такое дело. Но есть один момент. Вот у меня сейчас по поводу военных, у меня две женщины военных и один мужчина. Слышал такой совет, что лучше военными делать только мужиков, потому что женщины, если они становятся мамами, то они не могут какое-то время потом заниматься военной деятельностью. Вот видите, у нее типа соска, что она, она, наверное, и рожать сейчас какое-то время не сможет, да, потому что уже одного родила. Может быть, стоит какую-то другую женщину туда отправить, в родильную комнату. Вот ты, Евгения. Ну, у тебя всего две звезды, от тебя, наверное, и дети будут никудышные. А как насчет тебя? А вот эта вот, которая родилась у нас, Гульнара, девочка, у нее вообще одна звезда, по идее ее хорошо бы это в ближайшее время выгнать. Ну, ладно, тогда пока что никого обузить не будем. И давайте, наверное, уже займемся, ребята, тем, чем мы хотели. Отправимся проходить сюжетные миссии. Также, ребята, скажу, что вот я тут, ребят, маленько подтренировал. И вот эта комната тренировки, смотрите, когда ваши солдаты, чтобы они воевали, чтобы они участвовали в миссиях, или если на вас нападут, да, тут на вас могут напасть другие игроки, если на вас нападают, то сражаться будут только те солдаты, которые находятся вот в этой комнате в казарме. То есть, если вы каких-то бойцов отправляете на тренировку, то они в бою защищать вашу базу не будут. И это, ну, как бы так не очень приятно. Но на меня пока ни разу не нападали. Я думаю, может быть, даже тут есть что-то вроде какой-то защиты для новичков. И на меня пока что, может быть, и не могут напасть. Так, ладно, давайте отправимся в бой. А пока что... А давайте пока что что-нибудь вот здесь, я не знаю, снесем, например, чтобы мы могли потом расширяться. Это недолго, всего минута. Ладно, поехали. Что у нас на очереди? Гиблый лес, 16 миссий, разрытые могилы в бой. 500 еды стоит наш поход. Но у нас еды много, за кадром накопилось. Купаемся в бассейне. О, я могу ускорить? Нет. Активируй премиум. Ну да, короче, ускорить можно, но только для тех, кто открыл премиум. Это не я. Победа... Ммм, домой. Пусть гиблые землю станут по-настоящему гиблыми для этих людей. Моя армия встретит их, а затем они сами примкнут к ней. Типа станем нежитью, да? Ничего подобного. Давайте сразу на вторую миссию. То есть я даже сейчас сундуки между миссией открывать не буду. Буду биться, 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 а потом уже открывать сундуки. Победа. Награда. А если я вот эту миссию жму, то я типа переигрываю, да, этот бой? Да. Я надеялся, знаете, вот так нажать стрелку и уже к следующему сразу бою перейти, без всяких диалогов. Но так не получится. Ну ладно, окей, спасибо. А интересно, я два раза побился и два раза получил награду за этот бой? Или как вообще? Может быть здесь можно повторять эти миссии, чтобы, ну типа, получать заново награду? Ну ладно, неважно. Идем дальше. Смотри, здесь уже целая куча нежити. Целая куча каких-то колдунов. Смотри, они мне сейчас лучницу в заднем ряду убьют. Чуть не убили. Тут, кстати, есть такая вещь, знаете, я недавно где-то доставал посох. Вот, мне дали посох. Раз в некоторое время воскрешает союзника с 813... Ну, с 813 здоровья. Но это зависит от силы магии. То есть тут есть такие вещи для магов, но у меня пока что ни одного мага нету. Хотя, может быть, я могу просто одеть кого угодно. Ну, типа, знаете, типа, теперь ты будешь магом. Да. Магический урон в секунду 203. Сила магии 667. Так, а что эта крыска делает? Раз в некоторое время воскрешает союзника. А вот эта что штука делает? А, это тоже... Погоди, и ты воскрешаешь... А, нет, вот. Она наносит урон по области. Причем урон такой не самый значительный. Ну, я не знаю. Ну, давайте возьмем мага, просто посмотрим, как она будет воевать в бою. Мне даже интересно. Она, наверное, не сильно мощно бьет. Зато вот может спасти своего товарища, если его убьют, да? Победа, ребятки. Тут еще, если премиум был бы активирован, мне всегда показывают, могли бы получить дополнительную награду. Ну, где же вы? Спасите же меня, принцесса. Мы идем к вам на выручку по земле, полный оживших мертвецов. Вы на кладбище? И меня везут по нему? Скорее догоните нас и спасите меня, прошу. Ну, что ж, давайте поторопимся. Девушка просит. Сгнившие гробы. В боевом отряде не все полностью восстановили здоровье. Вы уверены, что хотите отправиться в бой? Погодите, нет. Давайте я вернусь домой. Я вам покажу. Смотрите, недавно я построил... Кстати, давайте продолжим нашу уборку. Недавно я построил здание, называлось вроде больница. Так, нет, это погреб. Вот она, больница, госпиталь. Но он уже восстановился. Я только что видел, он был не с полным хп, а теперь уже с полным. Но по идее, мы можем, наверное, их в госпиталь кидать, чтобы они восстанавливались быстрее. Так, ладно, давайте вернемся на карту. В случае победы, награда в виде ресурсов полностью не поместится в хранилище, так как они почти заполнены. Так, 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 так. Да что же вы меня прямо постоянно останавливаете? Давайте вернемся домой. Что у нас, видите, у нас золото хранилище почти полностью забито. Но я думаю, мы сейчас золото можем быстро потратить. Сколько стоит улучшение? 40 тысяч. У нас столько денег нету. Нам, наверное, надо тогда улучшить казну, наверное, да, чтобы у нас больше золота вмещалось. Так, да, но нам надо сначала тронуть зал четвертого уровня. Так, станет, после улучшения станет доступно... Не, а как нам 40 тысяч-то взять? У нас столько не помещается. Вот здесь, может быть, сейф улучшить. Вместимость хранилища плюс 30 тысяч. Ну, давайте сейчас этим и займемся. Хоть будет куда деньги тратить. Хотя я не уверен, это вот этого хранилища? Или это на случай грабежа, что, ну, у нас потерь будет меньше? Ну, ладно, потом походу разберемся. Зато теперь мы можем отправиться уже сюда. Золото мы потратили. Сможем восстановить. Смотрите, какой здоровый дядька. Давайте, ребята, бейтесь, бейтесь. Смотрите, он сейчас может лучницу вырубить, но это будет прикольно. Как раз, если лучницу убьют, мы хоть посмотрим, как наша магичка будет воскрешать. А нет, не убьют. Хотя она была на волоске. Это такая, знаете, еще была миссия. Типа как миссия... Эй, у нас тут огонь какой-то. Пожар. Давай уже туши. Что-то я у нее шкалы здоровья не вижу. Зато знаете, у кого вижу? Вот у этой девчонки. Ну, я мог бы ее сейчас в госпиталь отправить, но на самом деле не вижу в этом смысла, потому что она и так быстро лечится. Может быть, у моих жителей пока что мало здоровья. Ну, допустим, там у них 200 хп. И 200 хп восстанавливается быстро, ну, потому что восстанавливается, ну, предположим, там по 50 хп в какой-нибудь там в 5 секунд. Ну, образно говоря, да. А потом, когда у них будет не 200 хп, а 2000 хп, то уже восстанавливаться здоровье будет все так же по 50 там хп, и поэтому лучше будет уже в больнице. Но пока что я даже не вижу смысла перегонять в больницу больше времени. Она пока дойдет, до больницы уже выхилится. Ладно, пойдемте дальше. Я все жду, когда у нас уже будут первые трупы, чтобы посмотреть, как она будет воскрешать своих. Единственное, что плохо, что если магичку первую убьет, то она же сама себя не воскресит, правильно? То есть, хорошо бы, может быть, даже иметь пару очку магов, которые умеют воскрешать. Принцесса, мы одолели большой заслон нежити. Лучше одолейте свою лень и спасите меня, наконец, болваны. Она мне сразу всю мотивацию убивает, вот как-то уже и неохота ее спасать. Вообще, в чем смысл? Ну, давайте, допустим, что я женился на ней только ради вот этого замка ее отца, ну, чтобы самому стать королем. Что, я уже, наверное, и короля-то тоже похитили. Я могу просто объявить себя королем и даже не спасать их. Ну, вот так, если так поразмыслить. А то бегаем, бегаем, тут паримся, спасаем какую-то неблагодарную девицу. Так, нет, давай ты чуть-чуть захилишься. А, кстати, он, вот он послабже хилится. У него, видать, здоровья много. Я его лучше всех прокачал. Ну, хотя они лучше вот этой, они наравне. Вот она, у нее и у него неплохая прокачка. Ну, там, наверное, может быть броня еще дает дополнительные ОЗ. Награды пока что даже не хочу забирать. Мне, я думаю, сейчас шкалу из-за квеста забьет. Эй, магичка, не помирай. Наверняка в игре еще есть хилищие посохи. Такие, чтобы он периодически хил юзал, маг. Но, знаете, вот все никак не получается посмотреть на воскрешение. Если бы я был жив, у меня бы испортилось настроение. От этого поражения моих воинов. Но у мертвых настроение всегда отличное. Слушайте, прям так прорекламировали уже сразу. Захотелось самому стать мертвым. Чтобы настроение было окей. Так, знаете, что я подумал? Я подумал, давайте-ка мы возьмем вот ей. Вот ей, да. И возьмем вот этот посох. Я хочу, ну, раз им не получается посмотреть на воскрешающий посох, то давайте хотя бы посмотрим на посох, который дамажит. В боевом отряде опять не полностью восстановилось здоровье. Ну, сколько там еще? Уже, мне кажется, полностью. Слушай, ну это оно пока что быстро восстанавливается, а потом, скорее всего, всегда будет приходиться между миссией ждать. Давай я тоже использую свою травилку. Я не вижу. По идее, должно быть такое же газовое облако, вот как они мне кидают. Победа. Осторожней там. Если вы, конечно, еще делаете что-нибудь, чтобы меня выручить. Я подслушала, что этот гадкий лич Морталис выставил на вашем пути сильный заслон. Почему все вечно говорят обо мне в прошедшем времени, как о мертвом? Хотя, хотя, да. Слушайте, а где наши соцсети? Погодите, дайте-ка я загляну в нашу соцсеть местную. Я просто тут заметил, ну я же за кадром там строил всякие постройки, и они, каждые вот эти вот построечки, всякие вот эти события, они их постоянно отмечали какими-то новыми сообщениями. Так, единственное, где наша соцсеть? Я что-то не помню. Может здесь? Да, вот она, здесь в книжке. Так, это у нас этот, Морталис пишет. Все тлен, и это чудесно. Как же я не люблю жизнь и ее проявления. Надеюсь, скоро все эти люди умрут, и в наших землях вновь настанет покой. Хочу сделать подарок девушке, которая мне нравится. Что посоветуете? Свобода лучший подарок. Только всякую чушь прошу не просить. Есть пара амулетов из натуральной кости. Скинь в личку. Кости натуральные. Все тлен, мы мертвецы знаем, это лучше других. Хэштег, люблю безысходность. Мы принесем в эти мрачные земли свет и радость жизни. Ты самый старый в замке, и умрешь раньше других. Лол. А я сейчас пофлиртовала с мертвяком. Он такой милый, хочет ручку мне поцеловать. Тянется, а я такая раз и отдергиваю. Принцесса, осторожней, зомби хочет укусить вас, а не поцеловать. Ну вот, всегда с тобой так, мудрец. Ты такой зануда, никакой романтики. У врага появился боец с 14 уровня. Да, кстати, ребят, я докачал своих ребят до 14. Некто Сергей. Жаль, что мои васалы позволяют людям не только следовать за мной, но и становиться сильнее. Он будет мертв, уверяю вас, повелитель. Без точных сроков это обещание никуда не годится. Морталис, ты назовешь сроки? Ну, сроков, как видно, не последовало. Так, ладно, ребят, хватит читать тут, зависать в местном игровом ВКонтакте. У нас все живы, здоровы, захилены. Единственное, что меня смущает, что у меня почти на максимуме золото, а казна пока что не достроена. Могу ли я? Блин, я не могу. Вот мне бы хотелось ускорить за просмотр рекламы, но местные самоцветы мне тратить, если честно, не хочется на это. Ладно, давайте отправимся вот сюда, в бой. Давай, но, к сожалению, награду мы... Ну, 1600, ну ладно, сколько получим, столько получим. Давай трави их, я не знаю, я не вижу какого-то травящего облака. Или она во время удара наносит небольшую отраву. Ребят, нам сейчас мага убьют. Нам мага убьют, и нам воина убили. Лучница, выручай, спасай всех. Ну, наша лучница круче, чем этот арбалетчик. Это точно? Ну, это, знаете, такой опасный момент, что у нас все полегли. Вообще все. Уже такие бои стали сложнее, да? Спасибо, принцессе, за предупреждение. Враги и правды были сильны. Но мы справились, сэр. У меня такое ощущение, что все хорошее происходит благодаря мне. Она даже что-то хорошее говорит с такой не очень хорошей интонацией. Так, ладно, у нас вот эта магичка не докачана. Давайте ее докачаем до 14 уровня. И поскольку у меня сейчас казна полная, поскольку казна полная, можно вот кого-нибудь перегнать на кухню работать. Пускай пока что еду добывает. Тем более, он и так у меня в поварском одеянии. Я его просто перегнал, когда у меня еды был максимум. И я думаю, я, ребята, сейчас дальше по сюжету никуда не пойду. Ну, потому что награду некуда брать. Даже вот сундуки сейчас. Вот у меня 12 сундуков. Но в части из них будет золото. Ну, в них золото можно внутри получить. А зачем мне их открывать, если это золото, некуда девать? Короче, мне так и так надо ждать, пока докачается хранилище, чтобы был смысл куда-то ходить, что-то открывать. Поэтому, ребятки, на этом я закончу. С вами был 1101. Увидимся в следующих выпусках. Если, конечно, это видео соберет достаточное количество просмотров. В общем, вы его поддержите вашими лайками и комментариями. И поддержитесь... Ой, поддержитесь. Поделитесь с друзьями. А у меня на этом все. До новых встреч, друзья.